Сегодня на библейском портале Экзегет мы вспоминаем День Святой Пятидесятницы и вспоминаем это событие именно в День Святаго Духа. Почему это важно? Сам Христос, подчеркивает эту важность, когда он говорит, лучше будет для вас, если я пойду к Отцу, умолю Отца, и Он пошлет вам Духа Святаго, который научит и наставит вас на всякую правду. Когда Господь наш воскрес из мертвых, а Его воскресение есть оправдание наше, Он сказал своим ученикам, чтобы они не расходились, а единодушно пребывали бы вместе и ждали бы, когда Дух Святой, Дух Божественной Любви сойдет на них. С действием Духа Святаго, этой Божественной Личности, отождествляет такое понятие, как Божественная Сила. Сказано «обличетеся в силу» или, как было сказано Деве Марии, «сила Всевышнего осенит тебя» и так далее. Речь идет о силе Божественной Любви, потому что одно из собственных имен Духа Святаго – это Любовь, о чем говорит апостол Павел в своих посланиях, ибо Любовь Божия, пишет он, излилась в сердца наши Духом Святым. Апостолы ждали, когда они смогут принять Духа Святаго в свои сердца. Ведь еще через древних пророков Господь говорил «войду в них, вселюся в них, буду ходить в них и буду их Богом, а они будут моим народом». До принятия Духа Святаго апостолы были вполне плотскими людьми. Их интересовали сугубо плотские вопросы, кто первым, кто вторым будет в Царстве Христа после самого Христа. Мы видим, как они проявили трусость, когда Христа схватили, разбежались. Даже камень веры Кифа, Петр, который говорил «все отрекутся, я не отрекусь», он трижды отрекся от своего Божественного Учителя. Но когда Дух Святой сошел на них, исполненный силой Божественной Любви, они выходят и открыто проповедуют Святой Евангелие, о чем и сам Христос говорил. То, что слышите на ухо, будете проповедовать на кровлях. «Дела, которые я сотворил», — говорил Христос, — «вы больше сотворите». На момент Вознесения Христа община верующих насчитывала где-то около 150 человек. Но в День Святой Пятидесятницы, который сегодня мы вспоминаем, по проповеди апостола Петра, несколько тысяч сразу обратились в веру Христову и исповедовали Иисуса из Назарета Сыном Божиим и Мессией. Как происходило это удивительное событие? Об этом мы читаем в книге «Деяний», 2 глава, с 1 стиха и ниже. «При наступлении Дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе, и внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились». Христос уже наглядно показал своим ученикам, что приятие Духа Святаго будет сопровождаться божественным дуновением, когда дверями, затворенными по своем воскресении, придя к ним, он дунул и сказал «примите Духа Святаго». То есть он показал, как это произойдет. «И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились, и явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святаго, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать». О сокровенной премудрости, как о даре Духа Святаго, очень подробно говорится в первом послании Коринфинам, Святаго Апостола Павла, 2 глава, 6 стиха и ниже. Здесь мы находим следующие слова. «Мудрость же мы проповедуем между совершенными, но мудрость не века сего и не властей века сего приходящих, но проповедуем премудрость Божию, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей, которую никто из властей века сего не познал, ибо если бы познали, то не распяли бы Господа славы, но, как написано, не видел того глаз, не слышало уха и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его». Здесь речь идет не только о будущих благах, но и о принятии Духа Святаго, ибо действием Духа Святаго мы, живущие на земле, становимся уже обитателями небесного Царства Божия. И далее апостол Павел и пишет, «А нам Бог открыл это Духом Своим, ибо Дух все проницает и глубины Божии. Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме Духа человеческого, живущего в нем, так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божия. Но мы приняли не Духа мира сего, а Духа от Бога». То есть Духа Святаго, который предвечно исходит только от Бога Отца в исторической проекции, действием Сына, то есть исходящий от Бога Отца через Сына, заслугами Христа он вселяется в нас. «Но мы приняли не Духа мира сего, а Духа от Бога, дабы вы знали, дарованное нам от Бога, что и возвещаем не от человеческой мудрости, изреченными словами, но изученными от Духа Святаго, соображая духовное с душевным». Действительно, Дух Святой, который научает и наставляет нас на всякую правду, который напоминает нам все слова, которые сказал Христос, это есть Божественный Учитель, Параклитос, Утешитель, который приносит нам благодать и счастье жизни в Боге и с Богом. Иоанн Креститель прямо говорит об Иисусе Христе, «Он будет крестить вас Духом Святым». То есть без голгофской смерти Христа, без Его воскресения, которое является нашим оправданием, без мольбы Сына, когда Он зашел к Отцу на небеса и умолил Отца, и Тот послал Духа Святаго, мы никогда бы не сподобились бы принять Духа Святаго, Духа Божия, о котором сказано в Евангелии от Иоанна, «Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а откуда приходит и куда уходит, не знаешь». Так бывает с каждым рожденным от Духа. Рождение от Духа – это рождение от благодати. Рождение от Духа – это начало новой жизни, ибо рожденный от плоти есть плоть, говорит Христос, а рожденный от Духа есть Дух. И в послании к римлянам апостол Павел даже настаивает на том, что мы не знаем, как молиться, но сам Дух Святой, это называется молитва Духом Святым, молится в нас воздыханиями неизреченными. То есть проникая в глубины нашего сердца, Дух Святой дает нам те необходимые слова, с которыми мы можем обращаться к Богу. Все Священное Писание написано Духом Святым. Пророки и апостолы, они были только орудием Божьей благодати. Как и сказано, никогда пророчества не изрекались по воле человеческой, но изрекали их мужи Божии, будучи движимые Духом Святым. Духом Святым совершаются все таинства Церкви. И когда преподобный Серафим Саровский говорит, что смысл жизни христианина – стяжание благодати Духа Святаго, он имеет в виду то, что мы рачительно относились бы к той благодати, которую получаем через таинство Церкви, в самой Церкви, действия Духа Святаго. Дух Святой сошел на апостолов, он сделал их другими людьми. Каждый православный христианин переживает свою Пятидесятницу в день Святого Мира Помазания. В нашей православной традиции, как правило, эти два таинства объединяются вместе – крещение и Святое Мира Помазания. И когда священник помазывает нас миром после крещения, это и есть наша Пятидесятница. Помазывая нас Святым Миром, священник, который крестит нас и совершает над нами миропомазание, он говорит – печать Дара Духа Святаго, печать Дара Духа Святаго, печать Дара Духа Святаго. А смысл жизни христианина – раскрывать печати Духа Святаго в плодах Духа Святаго, проявляя дары Духа Святаго в этой жизни. Поздравляю всех вас с праздником Святой Пятидесятницы. Это настоящий день рождения Церкви, когда обреченная в благодать Духа Святаго, наученная от Духа Святаго, она подлинно стала столпом и утверждением истины. А каждый христианин, верующий в Иисуса Христа, действием Духа Святаго, стал помазанником, царственным священством, народом особым, взятым в удел Божий. И в этот день, обращаясь к Духу Святому, мы вновь и вновь восклицаем сокровища благие и жизнеподателю прииди и вселесивны. С праздником!